Как школы и садики вошли в учебный год, контролируют депутаты. На заседании постоянных комиссий это один из вопросов повестки. В последнее время на объектах образования сделано уже очень многое и очень отрадно, что работа в этом направлении продолжается. В городе строится одна школа, полностью под реновацию попала другая школа. В существующих образовательных организациях периодически ведутся работы по капитальному ремонту, по текущему ремонту, закупаются новые оборудования. Андрей Михайлович вместе с командой администрации, он очень пристально следит за этим направлением и результат работы виден. Делается все возможное для того, чтобы дети наши учились, во-первых, в безопасных условиях, чтобы соблюсти все требования законодательства, но и в очень комфортных условиях. Этим летом капитальный ремонт провели в сказке. В детском саду обновили фасад, игровые комплексы на улице, масштабные работы провели и внутри. К учебному году капитально отремонтировали и четвертую школу. Сделана новая совершенно кровля, потому что течь раньше была и заменены, в общем-то, все витражи. Меняются не только здания. Так вместо пятой школы для ребят открыл свои двери лицей. Мы понимали, что школа и здания, которые имеют таким, можно сказать, где-то даже уникальным оборудованием, должна двигаться дальше и развивать детей в таких направлениях, как математическое, естественно, научное, технологическое, цифровое. И мы пришли к выводу, что благодаря высоким результатам, кадровому составу, материально-технической базе, имеем возможность получить другой статус учреждения, такой как вот лицей. Оценил новые образовательные направления губернатор Дмитрий Артюхов. Год назад он торжественно открыл школу. Ребята шутят, в следующем году уже будут университет написаны. Возможно. В каждой шутке доля правды. В профильных классах ребята будут заниматься и с преподавателями вузов. Что вы ждете от теменского момента, чтобы вам придут сюда преподаватели? Преподаватели, да. Как часто? Ну, у нас по договору раз в четверть. Раз в четверть? Да, в каникулярный период. 20 школьников начали учебу в первом в городе медицинском классе. Он создан при поддержке главы Губкинского и городской больницы. Возможно, это двадцатка – медицинское будущее Ямала. Очень хочется лечить людей, помогать. И для меня врач – это очень уважаемая профессия. Я к этому стремлюсь. Я хочу стать педиатром и лечить детей. Хочу разобраться с их зрением, которое у них портится. Хочу решить эту проблему, чтобы в будущем они с этим больше не сталкивались. Чтобы мечты осуществились, в городе сделано все. Теперь дело за школьниками. Зина Ида Исаева, Елена Канина, Денис Гимк, Михаил Марков. Новости Губкинского.